Итак, здравствуйте моя семья, моя интернет семья, все кто только что ко мне присоединился, я только что закончила делать крем, ну я делаю домашние крема и у меня есть масса видео, вы можете посмотреть, но и буду принимать ванну, ванну я буду принимать содовую, я часто делаю содовые ванны, поэтому здесь вы видите соду, туда я капну пару капель чайного дерева, пару капель бергамота, пару капель апельсина и для успокоения мятки, почему соды, соды будет у меня много и также я добавлю морской соли, морская соль у меня уже с эфирным маслом розы, мне нравится это, а это у меня будет профилактика кератомы, мало того я буду делать пилинг, как делать пилинг у меня есть уже видео, но я вам скажу, я просто беру, смешиваю одну чайную ложку или столовую, смотря сколько вам понадобится на тело, соды, смешиваю с половиной чайной ложки морской соли, все это смешали тщательно, капаю туда пару капель чайного дерева, эфирного масла, вот этого, и начинаю растирать тело, растираю так, пилингую, аж до красна, так, чтобы аж защипало, и дальше жду, немножечко подождала 2-3-4 минуты, как знаете, маска, и потом смываю, но опять-таки массажными движениями, Итак, что ж такое кератома? Кератома это доброкачественное, и это радует кожное новообразование, имеющее темно-коричневый оттенок, со временем кератома может покрываться жесткой корочкой и бляшками темно-коричневого цвета, это касается всех, я еще раз говорю, это касается абсолютно всех, как не получить кератому, это одно, вот женщина, немного старше моей мамы, но я вам хочу показать, что у этой женщины мы видим кератомы возле правого глаза, это по-моему левый ее глаз, да, это левый глаз, сейчас я вам покажу, вот он, возле левого глаза, две увеличенные кератомки, вот они, вот раз, и вот два, я прошу вас не путайте вот с этими образованиями, это старческие пигментные пятна, женщина выглядит нормально для своего возраста, вот у нее внизу еще одна кератомка, и тут россыпь кератом, тут кератома, а тут пигментные пятна, ну, я вам сразу скажу, что это старческая пигментация, бывает не у всех, у людей, которые следят за лицом, но такого не бывает, давайте посмотрим на фотографии моей мамы, она врач-терматолог, в 80-летнем возрасте практически, вот тут фотография, где они с сестренкой, я не знаю, здесь я рядышком, но сестра что-то отрезала, вот моя рука здесь, ну, неважно, в общем, смотрите, у мамы не было вообще кератом, несмотря на то, что вот ей было, когда она умерла 80 лет, и кератом не было, абсолютно. А вот практически молодая женщина, и вот у нее наросты вот эти вот кератомы, это, вы можете подумать, что это, наверное, родинки, нет, это кератомы, и их много, и вот они размножаются, чтобы подробно было видно, вот это кератома, это то, что называется как раз-таки кератомой, кератомой. Удивительно, но кератомы иногда растут, как рога, прямо на лбу у пожилых людей, посмотрите, вот рядом с пигментными пятнами мы видим кератому, потому что нельзя позволять и запускать эти вещи, нельзя, для этого нужно всегда, всегда принимать меры, за собой следить надо всегда, вот старая женщина, которую нашли, по-моему, в китайском каком-то районе, и посмотрите, как у нее выросла кератома, огромное образование, свисающее как рог, и параллельно растет еще один, вот это тоже запущение, полное запущение. Так что, эта женщина еще красавица, она действительно очень красивая женщина, когда-то была любимой женщиной Хемиогуэя. А пока давайте посмотрим на Кейт Миддлтон, мне она очень нравится, очень чистенькая всегда личика, и никогда не прибегает к хирургическим методам, она просто отклоняет, я как-то читала статью, где у нее брали интервью по этому поводу. Ну, а о кератомках вот, что мы сможем сказать. Они не появятся у вас, не появятся при одном условии, если вы будете постоянно пилинговать, ну, как постоянно, часто пилинговать свое лицо содой, использовать соду и дегтярное мыло. Это изумительный пилинг для лица. Сода с дегтярным мылом. Чем чаще и тем лучше. Делайте крема. Вот я только что закончила делать крем отбеливающий, противопигментный. У меня есть видео, как делать противопигментные крема. Вот только закончила, видите, он как в виде тортика. Это потому, что я взбивала своим миксером, чудо-миксером. И отбеливающий крема вы у меня найдете, у меня есть много разных рецептов. Они не позволят развиваться вот этой всякой нечисти. Только ухоженная кожа говорит вам спасибо. И тело будет говорить вам спасибо, если вы будете регулярно его питать и ухаживать. И ни в коем случае не выставляйтесь на солнце. Закрывайте. А кератома – это доброкачественная опухоль. И это радует. Такое, ну, как бы не опухоль, а образование. Бывает темно-коричневый, вы видели, зеленоватый. Бывает сероватый оттенок. А со временем, кстати, вот она как раз-таки или растет и покрывается такой жесткой корочкой и бляшками темно-коричневого цвета. Вот как у той женщины. Это такие вот... Бывает, что они параллельно выходят. Обследуйте себя. Сходите к хорошему дерматологу. Пообщайтесь. Если же у вас на поверхности кожи уже образовалась вот эта кератома, то не рекомендуется находиться на солнце вообще без одежды. Вообще. Надо всячески защищать свою кожу после 30 лет, чтобы не спровоцировать дальнейшее развитие вот этих вот новообразований. Стоит отказываться и от красивого загара, девочки. В спа-салонах это очень часто, вообще очень часто вызывает рак кожи и размножение вот этих кератом. Они любят это. Или же, если вам уже прям так необходим этот загар, то закрывайте кератому с помощью лейкопласты. Конечно, кератомы они не несут для здоровья человека практически никакой опасности. И с ней можно прожить всю жизнь. Но она может мешать. Понимаете? И такое сильное чувство дискомфорта. Но стоит, конечно, учитывать тот факт, что остается такая вероятность преобразования кератомы в какую-нибудь опасную опухоль. И чтобы вот этого не было, нам нужно себя оберегать при помощи очень простой процедурки. Это использование соды и эфирных масел, про которые я вам уже рассказала. Ну а как она появляется? Она появляется вот при помощи небольшого пятнышка. И потом это пятнышко начинает увеличиваться. Сначала может иметь сероватый, либо кофейный оттенок. Такое пятно немного выпуклое и слегка выступает над поверхностью кожи. Проверьте себя. Поверхность новообразования может шелушиться. И очень часто шелушиться. Кстати, в плане хорошего лица мне очень нравится Алла Пугачева. Она настолько всю жизнь следила за собой, что отдать должное... Ну вы скажете, ой, сколько операций. Операции ничего общего не имеет с кожей. Кожу ей никто не пересаживал. И поверьте мне, она очень тщательно следит. И за своими ручками, и за своей кожей полностью. Потому что ведь она, мы все знаем, курит. А это вообще увеличивает риск вот этих появлений кератом. Никотин вообще мощно, мощно провоцирует на пигментацию лица и на кератомообразование. Очень мощно. Вот кто в молодости много курил, у того 100% в старости много кератом. Чтобы вот, видите, диагностировать, врач должен вот тщательно, как я говорю вам, у нас американские врачи, они вот так вот в лупу смотрели. И у них был специальный такой, как карандашик. И они на самом деле, то ли лазер, то ли что это было, и за секунду убирали. За секунду. Для диагностирования вот этого заболевания врач, он проводит полный визуальный осмотр этого образования. Поэтому какие есть образования к врачу. И врач-дерматолог, он назначает проведение такой процедуры, называется дермоскопия. Всегда имейте какую-нибудь шляпку, одевайте всегда очки. Вот, но если вдруг уже появились какие-то старческие кератомы, то в этом случае, в отличие от такого вида, ну, вы знаете, есть такие и сиборийные кератомы, бывают роговые, такие как наросты, это тоже кератомы. Но еще один момент, что если врач во время лабораторных исследований обнаружил наличие атипичных кератиноцитов, как они называются, значит, это говорит о том, что вот начался нехороший процесс перерождения. Поэтому не надо запускать, не надо лечить, а надо оздоравливаться. Потому что лечение, оно выйдет и дорого, оно выйдет, да и потом, зачем себя запускать. Причем, имея самое дешевое, самое простое и самое гениальное средство, это сода. Все-таки, неумывакин умничка, когда открыл мне об этом. Вот какие все лица красивые, ухоженные, прям приятно смотреть. Ну, и так, значит, мы должны не пребывать на солнце, не держать ни личика свое, ни себя. Все, после 30 уже нужно себя прикрывать. Мы не должны пренебрегать содовыми ваннами и пилингами. А поэтому я и прошу вас, всегда пилингуйте себя, всегда. Потому что если где-то какой-то небольшой нарост, и вы его не заметили, ну, а вы-то постоянно делаете пилинги, и, естественно, это все уйдет. Но ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно удалить вот эту кератому. Потому что она может оказаться, как я вам уже говорила, не тем, чем вы. Вы сначала спросите, а можно... Вот у меня есть чистотел. Я, например, все, абсолютно все обрабатываю чистотелом. Я очень часто делаю ванны вместе, добавляю туда череду. Очень-очень крепко завариваю череду и добавляю. Также я ею растираюсь, но, опять-таки, с добавлением соды. Обязательно. Иногда шалфей, ромашка, череда, сода. Иногда просто сода, череда. Изумительно. А еще использую иногда золотарник. Или золотая розка, что называется. Слава Богу, у меня полностью дача в изобилии в этом золотарнике. Прежде чем задумываться о удалении кератомы, надо пройти все-таки консультацию. Поэтому, девочки, не пренебрегайте этим. Я не хочу, чтобы вы думали, что можно просто так все. Просто так ничего не бывает. Ну, а как удаляют, если уже появилось, то удаляют лучше всего, ну, мне кажется, я не знаю, это лазером. Потому что, вот я видела вот такой вот карандашик, который прямо за секунду. Используют вот лазер. Потом эта методика считается максимально эффективной. Она полностью безопасна для здоровья человека. Ну, считается. И в большинстве случаев там нет никаких противопоказаний, по-моему, к проведению этой процедуры. Это имеет важное, кстати, значение. После того, как кератома, например, удалена лазером, то в будущем вот на этом месте она уже не появится. Но бывают случаи, когда для удаления кератомы, я прочитала, применяют не лазер, а азот. Но вот про азот я ничего вам сказать не могу. Потому что не видела. Вот этот вот, то, что вы видите, аппарат держит врач в руках и удаляет кератомку. Вот это я видела своими глазами. Это делали американцы. Вот у них вот такие вот, как карандашики, я говорю. Вот таким методом. За секунду раз, раз, раз и все. А вот азотом я не знаю. Вот. А вот этот вот метод, вот тоже знаком. Это называется радионож. Вот этот вот радионож. Эта методика имеет такое преимущество. Практически не повреждается ткань. Если при лазере там покраснение и все такое, то, когда используют радионож, то ткань не повреждается, которая рядом находится с кератомой. И на коже не останется рубца. Поэтому вот такой есть вариант удаления кератом. Ну и последний метод, который врачи используют, это, конечно, хирургический скальпель. Ну тут понятно, что если много кератомы, большие кератомы, то тогда будет анестезия. Если маленькие, небольшие, то местная анестезия. Ну, в общем-то, это врачу виднее. Я вам могу сказать одно, что очень легко не допустить благодаря вот соды, потому что PH нашей кожи восстанавливается. Именно становится таким, какой он должен быть. Чем чаще вы это делаете, я имею в виду пилинги содовые, маски содовые, а можно даже делать обертывание содовые, но и ванны, содовые ванны. Сода это просто волшебное средство. Я не думаю, что у вас что-либо появится. Дегтярное мыло, если у вас есть. Если у вас есть вот эти вот стандартный набор эфирных масел, о которых я говорю, то ничего у вас не будет. Ну и чистотел. Девочки, не пренебрегайте этим уникальным растением. Приобретите обязательно череду, а из череды вообще хорошо. И чай очень вкусный. И в то же самое время крепким-крепким раствором вы мажете и накладываете на себя, делаете и обертывание. Вообще изумительная вещь. Дальше все крема, которые содержат в себе облепиху, облепиховое масло, облепиховый сок, все маски, все это используйте. Не забывайте, что когда вы делаете маску на лицо, вы накладываете и на шею, и на декольте, на руки. Не забывайте за локти и колени. У вас всегда будет все в идеальном состоянии. Ну а я вас всех люблю, целую. Не допускайте кератон. Следите за своим личиком. Будьте благословенны вы и ваши близкие.